Теперь Таль начинает пытаться сделать ничью. Ферзь h8, король d7. Ферзь h7, шаг он сыграл. И даже двойное нападение на короля и на ладью. Король c6 было сыграно, и Таль берёт ладью. Но следует также взять ладьи на b4. Король a2, и чёрные берут пешку на c3. Значит, у них тоже проходные пешки, и фигура лишняя. Но у белых две сильных проходных, и они играют g6. Чёрные сыграли e5. И они готовят первый ход чернопольного слона c8 в этой партии. Вывести этого слона. Он был лишним, но простоял всю партию, не сделав ни одного хода. f7 пошёл Таль. Слон e6. Вот слон сделал первый ход. Ферзь d3 было сыграно. В случае ферзь берёт на c3, чтобы поставить ещё одного ферзя. Следовало ферзь c2, шах. Король a1, ферзь берёт на g6. То есть проходная пешка надежды белых исчезает, и позиция выиграна для чёрных. Италь сыграл здесь не ферзь на c3, а ферзь d3. Задание. Выберите из ходов c2, или ферзь f2, шах. Подумайте, посчитайте варианты. Как бы вы здесь продолжали, и как было сыграно в этой партии, и как сыграл гроссмейстер Платонов? c2. Ошибочный ход, выпускающий победу. Следовало ферзь a6, шах. Король c7. Тут возможны и другие отходы короля, но показываю вам один из вариантов компьютера. Ферзь берёт на f8. Ферзь a7, шах. Король c6. Ферзь a6, шах. Король d7. Ферзь b7, шах. Король e8. Только не надо мне писать и задавать вопросы, а как было бы, если бы чёрные пошли не так, как я показываю. Я не могу вам все варианты показать. Результат этой... оценка этой позиции. Белые делают ничью во всех вариантах. Но точными ходами. Вот ферзь b4 и ферзь b7. Вечный шах. Оценка даже вот этой позиции компьютер оценивает как равную после хода c2. То есть, этот ход выпускал преимущество полностью. В партии было сыграно ферзь f2, шах. Это сильнейший ход. Король a3. Ферзь a7, шах. Также сильнейший ход. Король b4. Ферзь c5, шах. Король a4. Здесь последовал ход c2. Таль ответил ходом f8, ферзь. Задание. Выберите за чёрных из ходов. Ферзь a7, шах. Или ферзь берёт на f8. Последняя надежда Таля заключалась в том, что чёрные побьют ферзь f8. Ферзь давал шах с a6. Диагональный шах b5. Снова диагональный шах. Снова диагональный шах. Нет хода король f7, что спасает белых. Надо играть король d7. И белые не берут ферзя. А снова дают шах с b7. И дают вечный шах. Ход. Ферзь берёт на f8. Мог выпустить из рук материальный перевес. Но гроссмейстер Платонов играет здесь ферзь a7, шах. Два ферзя у белых. Вот такие позиции создавал Михаил Таль. Король b4. Ферзь b7, шах. Если пойти король c3 здесь, то чёрные превратят пешку в ферзя с шахом. И белые проигрывают здесь. При четырёх ферзях у чёрных всё-таки лишний слон. Ка4. Это всё было в партии. И здесь чёрные поставили 4-го ферзя на доске. Кто не знает из, может быть, начинающих, которые смотрят эту партию, что на доске не обязательно может быть 1 ферзь с каждой стороны. По правилам может быть и 9 ферзей. Если 8 пешек вы проведёте в ферзи, то у вас будет 9 ферзей. А здесь по 2 ферзя у каждой стороны. И если теперь сыграть ферзь e8, шах, то чёрные закрываются ходом слона d7, становятся в засаду. И если даже тут был бы какой-нибудь шах... Я его, кстати, не вижу. Но если бы он даже был, король бы отошёл от шаха, и слон давал шах белому королю. Таль сыграл ферзь f на f1. Ведётся игра с 4 ферзями. Платонов разменял одну пару ферзей, так как у него лишний слон. Он играет ферзь a7, шах, король b4. Ферзь c5, шах, король a4. И теперь, конечно, много ходов вело к победе за чёрных. У них выигранная позиция. Но самый точный ход из всех был сделан в партии. Король b6. И здесь Михаил Таль сдался. Могло последовать, например, b4, ферзь c2, шах, король a3. И после d4 грозит как ферзь b3 мат, так и ферзь a2 мат. Защиты нет. Таль это увидел здесь и сдался. Значит, в этой партии чёрный король был менее защищённым, чем белый. Но чёрные выиграли. Почему? Им удалось выиграть фигуру. И хотя эта фигура как бы не играла никакой роли, этот слон c8, почти в течении всей партии. Но! Значит, и чёрный король должен был всё время смотреть за тем, чтобы не попасть под огонь белых. Но тем не менее, как говорится, фигура есть фигура. Даже плохая фигура. Проблемой белых было то, что они не могли разменяться. Они не могли пойти на размены. Вот там была позиция, когда я сказал, что разменивать ферзи белым было нельзя. Потому что тогда эта лишняя фигура сразу играла бы роль в этой партии. А без размены ферзей получилось так, что в конце Белый король оказался в опасности, а не чёрный. То есть, Белый король попал в больший переплёт, чем чёрный король, который, казалось, был незащищённым. И это решило партию. Значит, кроме того, что вы тренировались всю эту партию в тактике, всё видео, точнее сказать, то эта партия поучительна тем, что когда оба короля открыты, но какая-то сторона имеет материальный перевес, потому что другая сторона пожертвовала материал, чтобы как-бы открыть короля чёрных, то при правильной защите вы можете и выиграть партию. Не всегда выигрывает партию тот, кто жертвует фигуру, а часто тот, который терпеливо защищается, как в этой партии гроссмейстер Платонов против самого Михаила Таля. Даже талант Михаила Таля не помог ему сделать хотя бы ничью. Итак, в этом видео мы с вами посмотрели одну поучительную шахматную партию, кратко познакомились с вариантом Найдерфа, сицилианской защиты, встретившимся в данной партии. И я надеюсь, что вы смогли потренировать ваши шахматные способности, в том числе комбинационное зрение, тактические способности и расчёт вариантов. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и пишите комментарии к видео. Если вы захотите способствовать популяризации этого видео, то вы можете поместить его на ваших собственных каналах на YouTube или в социальных сетях. Некоторым моим подписчикам удается даже помещать целые мои плейлисты на своих каналах. Всё это очень важно для повышения степени популярности моих видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до следующих встреч!